Глубоко уважаемые коллеги, фактически настоящая конференция, вот эта последняя конференция, она полностью начинает быть похожим на, скажем, Европейскую генетологическую ассоциацию ЕХА и тому подобное, в том числе и в ее, может быть, негативных моментах, потому что некоторые доклады повторяются в 3 раза. В связи с этим я прошу прощения за то, что, может быть, какая-то информация из обсуждаемая уже была услышана на некоторых других частях полностью. Итак, мы полтора года назад предприняли довольно могучие усилия и создали адвайзер-реборт по разработке отечественных рекомендаций по профилактике тошнаты ЭРУ. Я не буду долго останавливаться на значимости этой проблемы, ей было посвящено очень много внимания, и, так сказать, мы все четко себе представляем, что для того, чтобы эффективно профилактизировать и лечить генетическую реакцию, надо знать ее в патофизиологии. Вот эта патофизиология, она известна отчасти. Этой отчасти, в общем-то, хватает определенным образом для того, чтобы не вызывать катастрофу, с чего мы начинали. Но ее еще далеко недостаточно, чтобы считать эту реакцию полностью контролируемой. Для того, чтобы более или менее в условиях недостаточных знаний давать рекомендации, мы абсолютно условно, но с точки зрения в то же время патофизиологических механизмов, делим эту реакцию как минимум на две. Это острая первые 24 часа после выделения ципостатиков и отсроченную второй-пятый день. И некоторые другие клиника в патофизиологические признаки, которые выделяют еще, так сказать, вот те варианты, перечисленные на этом слайде. Первое, что мы внесли в нашу рекомендацию, абсолютно скопировав существующие стандарты, потому что подобные исследования нет смысла повторять в Российской Федерации, они все уже сделаны достаточно подробно, которые показывают, что подавляющее большинство наших ципостатиков относятся либо к высоко, либо к средней метагенной группе. А это означает, что до 50-60-70% пациентов, получающих ципостатическую терапию, будут иметь наш натуральный роман. И мы прекрасно знаем, что это одна из наиболее тягостных побочных реакций цитостатического лечения. Чтобы ее преодолеть, в свое время были разработаны методики нейрофизиологических исследований. Была определена зона, отвечающая за эметическую реакцию. Она расположена на дне четвертого желудочка. Ее назвали даже так специально хеморецепторно-триггерная зона. Туда входят в эту зону как нервы из желудочно-кишечного тракта, так там расположены рецепторы, которые способны улавливать цитостатики из протекающей вокруг них крови. И вот эта зона, если ее просто механически разрушить, то есть взять некое экспериментальное животное, и механически удалить эту зону, она полностью прервет все эметические реакции. То есть после этого, этому экспериментальному животному с удаленной хеморецепторной триггерной зоной, можно вводить любые цитостатики, в любых комбинациях, тошноты и рвоты не будут. Трудно представить себе человека, который бы позволил шаловливому химиотерапевту разрушать свою хеморецепторную триггерную зону, над ней его любимого четвертого желудочка продолговатого мозга. В связи с этим ученые были вынуждены найти какие-то конкретные боли и пищи, которые бы отвечали за этот механизм и попытаться их заблокировать более нежным путем. Первое, на что обратили внимание, на то, что там есть дофамин. И что там, так сказать, и что мы, заблокировав дофаминовые рецепторы, можем теоретически рассчитывать на них и противородные фирмы. И первые Д2-блокаторы под названием метаклопрамид оказались более или менее эффективны. Особенно, если они вводились в высокой дозе. Когда мы получили этот препарат в большом количестве и стали его использовать, в том числе после сверхвысокодозной химиотерапии, а я начинал именно с этого препарата, мы вводили по 5-6 ампул 4 раза в сутки, мы встретились с довольно большим количеством побочных доз. Но, тем не менее, период темный, когда, условно говоря, цисплотин был изобретен, а метаклопрамид в высокой дозе еще нет, был преодолен. Дальше возникла следующая, следующий этап. Вот это была, вот эта вот циферка 50%. Вот это темные времена, полный контроль, 0%. Светлые, или, скажем так, промежуточные времена, полный контроль, 50%, если речь идет о цисплотин. В следующем этапе была попытка заблокировать рецепторы ЦНС, и при этом не вызывать те помочные действия, которые вызывали высокие дозы метаклопрамидов, в первую очередь экстрапирамидные расстройства. Зрелище это не очень приятное, поверьте мне. И вот метаклопрамид оказался препаратом с двойным действием. Первое действие была блокада Д2, второе – желудочно-кишечный тракт, и потом исследователи нашли третье действие, что оказалось, что в высокой дозе, если его вводить, он блокирует рецепторы к серотонину. Попробовали вычленить каждое из этих действий, обнаружили, что блокада серотониновых рецепторов, она наиболее эффективна, и разработали препараты для контроля 5-HT3 или серотониновых рецепторов, и это увеличило эффективность. Я всегда считал, что открытие серотониновых рецепторов очень высоко продвинуло антиметическую терапию. То есть цитроны, анданцитрон, гранисцитрон, трописцитрон принципиально изменило ситуацию с противорвотным контролем. Оказалось, что к высоким дозам метаклопрамида эти препараты добавили только 10%. Главное их преимущество заключалось в меньшей токсичности. Но и 60%, а для АЦ-подобных режимов 50%, конечно, это не полный контроль, конечно, это недостаток. И ученые продолжали прогуливаться по хеморецепторной триггерной зоне вправо, влево, назад, вперед. И посмотрели, что оказывается есть целый ряд других факторов, которые теоретически можно попытаться заблокировать. Ну, во-первых, можно бороться с дискрипсией. Во-вторых, можно использовать глюкокортикоиды, которые оказывают вообще какое-то неспецифическое действие. В общем, понятный механизм. Но третий момент, который открылся, что да, в этой хеморецепторной триггерной зоне есть так называемая субстанция Пи. И вот эта так называемая субстанция Пи, она воздействует на НК1 рецепторы. И вот эти НК1 рецепторы можно тоже попытаться заблокировать. Были разработаны лекарственные препараты, которые были использованы на очередной группе экспериментальных животных. Вот они здесь лежат, эти экспериментальные животные. И выяснилось, что блокада НК1 рецепторов, особенно если это блокада не периферическая, а центральной нервной системы, очень существенно позволяет продвинуться в общей антиметической реакции. У тех пациентов, которые получали высокие дозы цисклатина уже к концу первых 24 часов отмечена приблизительно, вот если мы обратим внимание, 10% прибавка контроля и эметическом контроле. И особенно прибавка 20-25% была в отсроченной тошноте и рвуте. Этот эффект продолжался на всех шести курсах химиотерапии. И вот к чему мы вышли, когда мы вышли на отравленную комбинацию. Как только эти данные стали достоянием научной общественности, мгновенно тройная комбинация вошла во все стандарты. Вот с этого мы начали наши российские отечественные стандарты. Что мы попытались донести до большинства врачей, что существует на сегодняшний день некая максимально эффективная комбинация. Если ваш пациент получает цисклатин в дозе выше 70 мг на метр квадратный, то целесообразно попытаться максимально блокировать эвометическую реакцию. И она включает назначение одного из трех доступных в нашей стране цитронов, добавление плюс кортикостероиды и вот этот самый антагонист НК1 рецепт. До поры до времени этот рецепт, этот антагонист Буланас-1 единственный, назывался он априпитан элемент. И мы его получили в нашу страну чуть ли не 7 лет назад. Эта вот тройная комбинация, она полностью сохраняет свою действенность и для рекомендации последнего пересмотра МАСК, и для рекомендации НССМ 2012 года, последнего года, за исключением одной добавочки. Кроме априпитан, стоит фосаприпитан. Чем отличаются вот эти рекомендации с добавлением некого фосаприпитан? Все очень просто. Дело в том, что априпитан – препарат для перорального приема, а фосаприпитан аналогичная по воздействию субстанции, которая сделана так, чтобы ее можно было водить внутривенно. Исследование, которое показало сопоставимость перорального и внутривенного, было проведено, и особенностью, на которую я обратил ваше благосклонное влияние, заключалось только одно. Фосаприпитан мы даем 3 дня, в смысле, простите, априпитан мы даем 3 дня, а фосаприпитан мы вводим только однократно. И блокируем формально все 3 дня. Это очень удобно. Мы вводим его в день проведения цитостатической терапии, и можем отпустить пациента без рекомендации продолжить прием. А вот эффективность будет ровно та же самая. Это позволило и НССР, и, скажем так, нашему европейскому, так сказать, европейской организации МАСК включить оба препарата в стандарты. То же самое касается рекомендаций АСКО. Дальше. Отсроченная, простите, средняя и метагенная химиотерапия. Вот средняя и метагенная химиотерапия, здесь мы имеем определенные различия. Это наш стандарт. Причем, когда мы его обсуждали, мы думали, включать ли европейский стандарт, обсуждать ли европейский стандарт у нас. И пришли к выводу, что мы обсуждать его и включать европейские рекомендации не будем по одной простой причине, о чем я расскажу чуть-чуть позже. Но, так или иначе, вот этот стандарт наш, он соответствует стандарту НССР, но отличается от стандарта АСКО и отличается от стандарта МАСКО. Каким образом? Видите, здесь не стоят три ситрона, к которым мы привыкли. А здесь стоит четвертый ситрон. И вот этот четвертый ситрон, он отличается от принятых у нас ситронов. Тут, правда, стоит долл ситрона, а у нас стоит трописитрон. В одном очень важном показателе. Он существенно дольше циркулирует в крови. Если мы его дадим один раз, мы прикроем чуть ли не до пяти дней своего пациента. Мало этого, оказывается, уже накоплено определенное количество исследований, сравнивающих вот этот ситрон нового поколения, его еще относят к так называемой второй генерации ситронов, с ситронами первого поколения, то окажется, что и для острой, то есть первые 24 часа, и для отсроченной, что более понятно, эффективность полона ситрона выше. Поэтому для средней метагенной, потому что он на самом деле и для высокой метагенной немножко лучше работает, но когда мы добавляем эмент или априпитант, мы уже забиваем практически все, и там роль полона ситрона невелика. А если мы даем безэментную комбинацию, то там роль полона ситрона проявляется. И вот эти вот маленькие отличия, которые приблизительно на 15-20% повышают эмитический контроль, позволяют европейцам рекомендовать этот вариант как преимущественный. Почему мы его не включили? По одной простой причине, препарат у нас не зарегистрирован. Но, тем не менее, знать о нем все-таки нужно. Второй вопрос. Если, так сказать, априпитан столь хорош при высокой метагенной химиотерапии, если даже при средней метагенной, мы далеки от стопроцентного эффекта, может быть, нам попробовать добавить априпитан в средней метагенной? Подобные исследования были проведены. Я не буду на них останавливаться подробно. Скажу только то, что проверяли самые разные средние метагенные препараты. И карва, и оксали, и эпирубецин, и эдрубецин. И комбинацию АЦ. Но мы об АЦ сейчас говорить не будем, потому что эта комбинация отнесена к высокой метагенной. И там трехкомпонентная терапия полностью регламентирована. И вот эта схема, сравнивающая априпитант со средней метагенной, так сказать, стандартной двухкомпонентной схемой. Как мы видим, на всю группу, которая включает АЦ и не АЦ, эффект вроде бы хороший. Но, если мы возьмем АЦ-содержащий схему, не АЦ-содержащий схему, то здесь прибавочка, полная ответная реакция, она не так велика. Не так велика. Вот видим 8%. Если мы возьмем по отдельным препаратам, то мы найдем один из них, а именно карбоплотин, где эта прибавочка составляет 14%. По негласной договоренности специалистов, занимающихся противоводной терапией, даже если мы видим статистически значимое увеличение контроля на 7%, на 8%, это считается не очень достаточно. Между собой договорились специалисты, что новый препарат войдет в стандарты тогда, когда мы преодолеем дельту в 10%. Иначе слишком велико субъективное колебание от исследования. Вот 10% препарат дает, все, это будет новый препарат для данного показания. Поэтому, по всей видимости, была такая рекомендация, что априпитан для всех среднеметагенных режимов не показан. Но мы можем рассматривать его для некоторых режимов, в частности, возможно, для карбоплотина. Или если у нас еще какие-то есть предрасполагающие факторы эмитической реакции молодых возрастов, женский пол и так далее. Что касается остроосроченной, при низкой метагенной терапии, наши российские рекомендации полностью совпадают с рекомендациями большинства цитируемых здесь. Что касается неэффективности, здесь есть некоторые различия между нашими рекомендациями. Мы собрали некую сборную солянку, где сочли взять на себя возможность и ответственность и выбрать лучшее. Потому что это сложные случаи, здесь нет оптимального режима. Поэтому мы разделили рекомендации на так называемую рефрактерную тошноту и рвоту на три группы. Первое. Это исключение причин для эмитической реакции, не связанных с атостатиками. Все они перечислены на этом слайде, и все они понятны. Это обструкция кишечника, это метастазы в головной мозг, это электролитные нарушения, назначение опиатов. И на втором этапе. Если мы исключили эти причины, мы проводим химиотерапию, мы проводим профилактику, она не работает, мы должны рассмотреть препарат резервный. Во-первых, самое простое. Если вы даете среднеметагенную химиотерапию и двухкомпонентную терапию, вы автоматически, соответствующим рекомендациям, можете добавить третий компонент, а именно эмент. Если это не работает, можно попытаться поменять цитроны местами. Амдат цитрон заменит на грани цитрон, обратная замена работает реже, но это рекомендация возможна. Добавление четвертого компонента, D2-блокатор, а именно метоклопромет. Тоже такая рекомендация возможна. Дальше, третий пункт. Назначение противооборотной терапии регламентированно. Соблюдая дозы, соблюдая сроки, соблюдая длительность. Если помогает, продолжаем. Если не помогает, ситуация становится достаточно сложной, но это отдельная тема для обсуждения. Пероральная терапия. Здесь мы опускаемся на одну ступенечку ниже, назначая антагонист 5-HT3 рецептора, даже без гормона. Низко мы можем на первом курсе не профилактизировать. Если что-то развивается, D2-блокаторы. Если не помогает, 5-HT3-блокаторы. Какой-то из цитронов. Условно-рефлекторное. Это понятно. Здесь, к сожалению, у нас хороших рекомендаций нет. Это просто поддержание правильных стандартов. Почему я скажу в самом конце. И терапия, направленная на контроль центральной нервной системы плюс субъективная терапия. Если речь идет о многодневной терапии, мы складываем вместе рекомендации для однодневной и отсроченной. Все дни мы назначаем схему, соответственно, либо трех, либо двухкомпонентную. И два дополнительных дня мы оставляем на лечение отсроченной тошноты и рвоты. Все эти рекомендации практически полностью совпадают со всеми международными рекомендациями. Следующий этап – это тошнота и рвоты, возникающая при лучевом воздействии. Те же самые рекомендации. Лучевое воздействие распределяется в зависимости от того, это высокая метагенная схема или низкая метагенная схема. И за исключением априпитанта все остальные рекомендации полностью здесь подтверждаются, как и при проведении химиотерапии. Что очень важно знать. Если вы назначаете своим пациентам лечение в соответствии со стандартами, которые до сих пор, из-за чего мы это все повторяем по нескольку раз, проблема только одна. Мы не можем добиться от того, чтобы эти стандарты дошли и лежали на рабочем столе у каждого врача. И каждый раз нам задают одни и те же вопросы. Когда мы отвечаем на эти вопросы, они нам говорят, а где там бумажка, где мы можем это посмотреть? Видимо, нужна какая-то административная, я не знаю, хозяйственная деятельность с тем, чтобы мы сделали вот эти конкретные листочки, чтобы они дошли до рабочего стола каждого врача химиотерапии. Почему? Потому что если мы начинаем вспоминать все это дело, а это на самом деле схема, которая включает знания 17-18 комбинаций, это не так просто. Это мы показали вот эти схемки, а на самом деле это 17-18 комбинаций. Держать их в уме сложно, потому что у врача и без этого есть задачи. То есть должны быть условно говоря, по всей видимости, схема химиотерапии конкретная, и рядом с ней, или параллельно ей, схема антиэмитической терапии. Вот это одна из возможных вариантов. Если это будет, и если вы начнете ее проводить, это несколько ретроспективных исследований, канадское исследование, европейское исследование, на 20% повышается эффективность антиэмитической терапии. Это ретроспективное исследование, которое было проведено в Европе, показавшее, что соответствие стандарта, не соответствие стандарта, а там не соответствие стандарта, это маленькая девиация. Это не отсутствие, это 10% прибор. В этом случае вы освободите своего пациента от эмитической реакции, выпустите ее на свободу, и это последняя наша презентация. Я думаю, что после нее мы можем всех отпустить на свободу, если нет вопросов. Вопросы про вопрос? Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое, дорогая Надежда. Да, конечно. Я бы хотела сказать, что мы недавно получили письмо по поводу антенцитрона. Здесь была табличка, и сам 32 мг доза фигурировала как стандартная, она действительно была. Так вот в этом письме было написано, что в связи с тем, ну вот производитель, выявлена повышенная карбиотоксичность, в чем выражалась? Удлинение антенцитрона футер. И они сняли до 32 мг для антенцитрона как стандартно, то есть дозы ниже этого можно использовать, а 32 вот эту дозу сняли. Вы ничего, такого не получали? А это такие приводители? Чьё это? За сранку. Это по за сранку. В чем вопрос? Вот то, что мы вам сейчас показали, значит, это известно, что для некоторых цитронов, больше это для, так сказать, дола цитрона, которого у нас нет, есть такое побочное действие. Для антенцитрона до последнего момента, я слышал об этом письме, для антенцитрона до последнего момента, оно даже было распространено на Европейской генетологической ассоциации, этого момента не было. Значит, когда мы создавали эти рекомендации, мы их создавали приблизительно год назад, до этого письма. Почему мы взяли такую высокую дозу? А это высокая, в Европе используется доза 8 аллиграфов. Проблема заключается в одном. У нас обилие генерических антенцитронов. И мы всегда боялись, что отсутствие необходимости для регистрации препарата, проведения хотя бы минимального клинического исследования, позволит производителям, ну, в общем, условно говоря, да, давать некий негарантированный препарат. А кто будет страдать? Ну, страдают врачи и так далее. А так как у нас есть вилка, у нас есть европейский стандарт 8, высокометагенная, и американский 8-32, мы решили взять вот этот высокий американский стандарт, чтобы исключить, по крайней мере, вот эту диверацию. Но, я с вами абсолютно согласен, по всей видимости, нам придется этот стандарт пересматривать, и это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Есть ли какие-то еще? Есть еще вопросы, Владимир Владимирович, коллеги? Нет? Спасибо. Друзья, коллеги, спасибо большое за внимание. Сессия была длинная, но, на мой взгляд, весьма полезная. Хочется очень поблагодарить всех докладчиков. Вы знаете, помимо того, что мы просто, так сказать, сконцентрировались на самых актуальных вопросах, мы сделали это достаточно глубоко, и еще очень важно, мы не просто о них поговорили, мы ищем пути к реализации возможного использования тех знаний, которыми мы на сегодняшний день располагаем. В том виде, которое бы действительно помогало действовать нам в практике, каждому врачу, не создавая лишние сложности и ставя дополнительные вопросы, а наоборот упрощая возможность внедрения всех тех заключений, тех выводов, которые на сегодняшний день. Поэтому создание рекомендаций, которым Вадим Вадимович имел первоначально очень важное и такое основное место. На сегодняшний день есть рабочие группы по многим вопросам, для которых нужно решать вопрос рекомендаций. Очень хорошо уже теперь профессиональные сообщества, разные, работают с нашими зарубежными экспертами, для нас это тоже очень важно. не решен, пожалуй, только один вопрос. Это вопрос законодательного утверждения тех или иных рекомендаций нашими законодательными органами. Но этот вопрос, в общем, тоже в проработке, он не может быть решен так быстро, как написание рекомендаций, хоть это вопрос, процесс очень сложный и требующий очень большого, так сказать, трудозатрат временных, но есть надежда, что и это удастся как-то разрешать. Спасибо огромное, я честно хочу от себя лично и, наверное, от вас всех, еще раз благодарить Вадиму Вадимовичу, потому что он в нашей стране является очень большим подвижником поддерживающей терапии вообще, во всех смыслах ее развития. Спасибо всем.